Это было Небольшое вступление К нашему сегодняшнему Повествованию Друзья Рад всех приветствовать На своем канале Я Как и обещал Записывая сегодня Видео Прямая трансляция К сожалению Не получилось Но Я решил что Буду делать Вот такие короткие видео Может не короткие Посмотрим как получится Отвечая на ваши вопросы Которые вы можете Задавать Под каждым видео В комментариях Будет выходить видео С ответами на ваши вопросы Или просто какое то видео Внизу вы можете задать Вопросы Или какие то пожелания В комментариях И следующее видео Буду снимать Уже исходя из Ваших Так сказать Вопросов и запросов Решил делать так Вот Темой сегодняшнего Нашего Разговора Будет Очень интересная Такая Тема Довольно актуальная В наше время Это Места силы Места силы Их Воздействия На человека Что вообще Это такое Как можно определить Действительно Это место силы Или просто Какой то Намоленный Уже Людьми Эгрегор То есть Какое то Энергетическое Поле Вот Как они Влияют На нас Что с нами Происходит В таких Местах И Для чего Вообще Человеку Там Находиться И Следует ли Вообще Ему там Находиться В этих местах Примерно Как то так Вкратце То о чем Сегодня Будет речь Сам я Недавно Вернулся Из Одного Из таких Мест Это Место силы В Краснодарском Крае Поселок Пшада Если кто то Слышал Место Очень Интересное Действительно Очень Мощное Ну И наверное Начнем Чуть Чуть Издалека Вообще Чтобы Понимать Что такое Место силы И Как с ним Можно Взаимодействовать И Как с ним Лучше Взаимодействовать Вот Что там Происходит С нами И Что от нас Требуется В таких местах Вот Наверное Лучше Начать С того Что Ж Такое Место Силы И Что это В действительности Такое Да То есть И Опять же Я Не буду Претендовать На какую-то Истину Я Просто Поделюсь С вами Своими Личными Наблюдениями Своим Личным Опытом С теми Так скажем Процессами Которые Происходили Со мной В этом месте И Может быть Кому-то Будет Интересно Все Это А может Быть Даже И Порядом Как Понял Я На Всей Нашей Планете Существует Огромное Количество Таких Мест Силы Некие Такие Насколько Я понял Энергетические Воронки Или Энергетические Потоки Они Находятся В местах Разломов Земной Коры Да То есть И В этих Местах Выходит Некая Энергия Из Недр Нашей Планеты Ну Опять же Как я Это Понял Как я Это Почувствовал И Это Делает Эти Места Особенными Именно В энергетических Смыслах В энергетическом Смысле То есть Там Некая Особая Энергия Которая Исходит Из Земли И Благодаря Этой Энергии В этом Месте Со Всем И Со Всеми Кто туда Попадает Происходят Определенные Процессы О которых Я Дальше В этом Видео Буду Рассказывать Из Своих Собственных Наблюдений Также Очень Интересно Отметить Мне Как-то В руки Попалась Такая Книжечка Очень Интересная Написанная Двумя Советскими Учеными 60-х Годов Примерно Работа Вот Один Из них Был Физиком Ну Ученым С какой-то Степенью То есть Он Не просто Такой Обычный Какой-то Человек Это был Действительно Какой-то Заслужный Ученый Фамилия Я не помню Давно Я уже читал Об этом Перед тем Как сам Попал на Дальмена Я познакомился С вот этой Работой А второй Из них Был Геологом То есть Он как раз Таки Изучал Все Вот эти Так скажем Геолитические Процессы И каким-то Образом Так они Встретились И каким-то Образом Им вдруг Стало Интересно Узнать О том Что такое Мегалиты Древние Какие-то Строения Дальмены В том числе Они изучали На Кавказе Там очень много Конечно Интересных Таких наблюдений Но Суть Сводится К одному Первый Геолог Увидел Что Все Эти Древние Строения В том числе И Огромное Количество Современных Храмов То есть На самом деле Все Храмы Все Церкви Все Какие-то Такие Священные Строения И места Они Находятся На местах Вот этих Разломов Да То есть По всей планете Есть некая Такая Сетка Ее называют Еще Сеть Индры И Именно Вот В точках Где Энергетический Потенциал Самый Высокий Каким-то Образом Всегда Люди Это чувствовали И Строили На этом месте Своих Храмов Потому что Выходит Что Там Действительно Так Скажем Можно Попасть В какое-то Такое Состояние Отличающееся От нашего Обычного Состояния И Древние Об этом Знали Поэтому Все Дальмены Все Пирамиды Любые Мегалитические Сооружения Они Всегда Находятся Именно На Местах Силы Древние Каким-то Образом Это Умели Определять А мы Просто Напросто Копировали Это Все И На месте Древних Храмов Строили Свои Новости Второй Физик Который Занимался Более Точными Так Скажем Науками С помощью Каких-то Приборов Уже Существующих В то Время Измерил И Определил Что Действительно В этих Местах Существует Некое Поле То есть Некая Энергия Или Некая Вибрация То есть Отличающаяся От Ну Так Скажем От всех Других Мест И Пространств На Земле То есть В итоге К чему Мы Приходим Что Все Древние Сооружения Какими Были Они Не Были По Размеру И По Значимости Находятся В Местах Естественного Выброса Энергии Поэтому Хотя Бы По Таким Критериям Мы Можем Определять Места Силы Ну На Сам Деле Если Вы Хотя Б Немножко Знакомы С тем Что Такое Энергия Что Такое Духовная Реальность У Вас Есть Уже Некие Навыки Некое Тонкое Ощущение Вы Сами Можете Четко Чувствовать Осознавать В Некоторых Местах Потому Что На самом Деле Таких Мест Очень Много Часто На этих Местах Строятся Города И Мы Можем Даже Не Подозревать О том Что Под нами Находится Эту Тему Тоже Кстати Немножечко Дальше Затрону Потому Что Несмотря На то Что Там Мы Настроили Сверху Место Силы Всегда Остается Местом Силы Даже Если Там Сверху Какие-то Здания Многоэтажные Небоскребы То есть Энергия Остается Энергия Она Будет Воздействовать Несмотря На то Что Человек Там Сверху Так Скажем Налепил Это Тоже Очень Интересный Такой Факт Мой Замеченный Вот Что Такое Вместо Силы Мы Примерно Забрались Теперь Хотелось Бы Рассказать О том Что Такое Дальменно Потому Что Многие Слышали Наверное Про них Но Немногие Понимают Что Это Такое Многие Так Скажем Просто Послушали Каких-то Экскурсоводов Или Каких-то Еще Людей Которые Сами Не Особо Сильно Разобрались В этом Вопросе И Для Них Это Просто Какие-то Древние Сооружения Непонятного Значения Непонятного Смысла Кто-то Считает Что Это Захоронение Частично Это Не Совсем То Есть Это Немножечко Другое Да Там Конечно Находились Люди И Так Скажем Можно Так Сказать Посмертно Но Не В Этому Суть То Есть Насколько Понял Я Насколько Мне Открылось Что Это Такое Это Уникальная Вечь На самом Дель Потому Что Каждый Дольмен Это Живое Существо Это Можно Сказать Такой Же Человек Как Мы С вами То Вернее Когда-то Это Был Такой Же Человек Как Мы С вами В Далеком Прошлом Который Перешел В Некое Другое Состояние Своего Сознания Что Позволило Ему Растворить Своё Физическое Тело И Продолжить Своё Существование Неком Таком Тонком Духовном Аспекте То есть Все Дольмены Являются Живыми Существами С ними Можно Взаимодействовать С ними Можно Общаться Если у вас Есть Так скажем То что Называется Тонким Чувствованием Или Возможность Способность К телепатическому Общению Потому что Общаются Они Понятное Дело Не Словами Да На Неком Таком Более Тонком Духовном Уровне И Услышать Их Способны Только Те Люди Которые Сами Так Скажем Находятся На Этой Чистоте Вибрации Можно Так Сказать На Этом Уровне Восприятия Более Точно Более Поэтому Это Уникальные На самом Деле Так Скажем Места Потому что Дальменам И Этой Культуре Которые Они Существовали Порядка Пяти Тире Десяти Тысяч Лет То есть Это Цивилизация Которая Существовала От Десяти Тысяч Лет Назад Просуществовала Около Пяти Тысяч Лет После Чего Она Исчезла И На это Были Свои Собственные Причины Исчезла Она Не Полностью А Это Были Очень Высокоразвитые Люди Высокоразвитые В смысле Своей Духовности В смысле Своих Каких-то Эзотерических Знаний И практик И Они Видимо Зная О Предстоящих Катаклизмах Которые Произошли На планете Просто Перешли В Некую Другую Форму Существования Но Продолжают Жить Существовать И Здравствовать По Сей День Это Моё Моё Личное Видение Это То Чем Я Познакомился Лично Сам Как Относиться К этой Информации Вам Смотрите Сами Я Никого Не Составляю В Это В Потому Что Это Можно Только Прожить Самому На Своем Собственном Опыте Что Я Вам Рекомендую В Принципе Сделать Не Надо Верить На Слово Можно Просто Поехать И Проверить Но Для Меня Этот Факт Остается Фактом Это Очень Высокоразвитые Очень Древние Очень Мудрые Очень Сердечные Существа Потому Что Они Продолжают Своё Служение Уже Не Одну Тысячу Лет Помогая Человечеству Передавая Им Свои Собственные Знания Передавая Им Свою Собственную Мудрость И Это Действительно Так Скажем Вызывает Некое Восхищение Потому Что Люди Посвятившие себя Служению На таком уровне Это На самом деле Можно сказать Что Это Реальные Будды В тонких Телах Присутствующие Прямо у нас Под боком То есть На Кавказе Огромное Количество Этих Дальменов Даже Там Где я был Это Поселок Пшада Насчитывается Более Ста Известных Дальменов То есть Это Те Дальмены Которые Раскопали Которые Находятся На Поверхности Которые Были Как-то Обозначены Найдены Изучены Вот Но Как Увидел Я сам Да То есть Это Только Вершина Айсберга Дальменов Дальменов В районе Пшады Если Не Десятки Тысяч То Как Минимум Тысячи Находящихся Под землей Не только Дальменов Огромное Количество Так Скажем Разрушенных Засыпанных Или Просто Нераскопанных Храмовых Комплексов Возможно Даже Каких-то Пирамид То есть И Дальменов Которые Находятся Под землей Вот Все они Работают Все они Существуют И Это тоже Очень 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 Интересно Поэтому Попав В это место Вы Попадаете В совсем Другую Реальность Можно Так Сказать Во-первых Само по себе Это Сами Понимаете Да То есть Если Там Находится Такое Огромное Количество Вот этих Мегалитических Сооружений Это Уже Опять же По нашей С вами Теории Доказывает То Что это Место силы Причем Довольно Таки Мощное Такого Количества Мегалитических Сооружений До сих пор Не найдено Нигде На всей Планете Ну Я имею Ввиду Те Известные Сто Дальменов И Остатки Каких-то Разрушенных Храмовых Сооружений Да То есть Такого Скопления Такой Концентрации Мегалитических Сооружений Больше Нет Поэтому я Всем рекомендую Посетить Это место Самостоятельно На собственном Опыте Прожить Это все Это действительно Того стоит Вот С дальменами Примерно Понятно Теперь О том Что происходит С нами В таких Местах Да То Каким образом Эти места Какие процессы Происходят Внутри Человека Да То есть Это Тоже Довольно Лажно Таки Знать Перед тем Как туда Отправляться Примерно Знать К чему Надо Быть Готовыми Опять же Я делюсь Своим Собственным Опытом То Что я Проживал Сам И Как Относиться К этой Информации Решать Только Вам В местах Силы Происходит То Что мы Называем Духовной Трансформацией Духовным Перерождением В этом Месте Ускоряются Все Наши Внутренние Процессы То есть Это Можно Сравнить С Неким Таким Огромным Котлом В котором Переплавляется Так Скажем Наша Руда То есть Если Сравнивать Так Скажем Нашу Так Скажем Теоретическую Структуру С Рудой Золото Содержащей Рудой Да То есть Попадая В такое Место Как раз Так Вот Эта Руда Очищается От Всего Ненужного И остается Только То самое Чистое Золото Драгоценный Метал Так Скажем Ну Это Аллегория Можно Сказать Что В таких Местах Действительно Идет Очищение Трансформация Зерна Очищается От Плеел То есть С нас Слетает Все Ненужное Лишнее Наносное И мы Возвращаемся К себе К своей Собственной Природе К своей Истинной Сути Это Замеченный Не только Мною Факт Действительно Происходит Нечто Такое Что Заставляет Нас Полностью Пересмотреть Свои Прошлые Взгляды На жизнь То есть Там Мы Меняемся Там Мы Растем Там Перерождаемся Можно Так Сказать Проходим Процесс Процесс Трансформации Вот Возрождение Перерождение И всего Остального Поэтому Всем Кто Так скажем Заинтересован Именно В таких Процессах Хочет их Каким Либо Образом Ускорить Я Очень Рекомендую Посетить Такие Места Потому Что Ну Из моих Наблюдений Человек Который Проводит Там Хотя Бы Два Три Дня Уже Очень Сильно Меняется Вот То есть Там Действительно Идет Такая Работа На Тонком Уровне На Духовном Плане Работа С нашим Энергетическим Телом И Человек Даже После Трех Четырех Дней Возвращается Оттуда Уже Совсем Другим Вот Если Пробыть Там Подольше То Естественно Вы Понимаете Трансформации Будут Сильнее Вот Это О Влиянии Мест Силы На Человека Вот Также Хочу Заметить Что Был Вопрос Такой По поводу Сверхспособности Каких Туда И Как Быстрее Приобрести Ну Во-первых Надо Понять Для Чего Нужны Эти Сверхспособности И Сейчас Такое Время Может Быть Как Нибудь В Другом Виде Восвещу То Что Происходит Вообще Сейчас С планетой Ну Опять Свою Точку Зрения На Все Это Потому Что Сейчас Очень Много Так Скажем Таких Ченнеллеров Которые Проводят Некие Послания Свыше Ну Не Всегда Понятно Действительно Это Так Или Нет Вот От Себя Могу Сказать Что Действительно Очень Много Меняется И Сейчас Планета Выходит На Некий Так Скажем Другой Уровень Сознания И Человечество Естественно Переходит Вместе С ней То Все Эти Процессы Они Никак Не Зависны От Человека Человек На самом Бели Посмотрите Просто Поднимитесь На 100 На 200 Метров И Посмотрите Что Такое Человек Букашка Муравей Ползающий Во Мху А если Еще Дальше То Нас И Не Видно Вообще И